Они производят газовый двигатель, который никто не повторил. По сути, это конкурент Камазу и Уралу 6370, и Камазу 65224, 221. Двигатели китайские ставят, и совместное производство получается с Китаем. Причем металлическая такая ручка, не пластиковая. А, не пластиковая? Это алюминиевая, да. Сергей, а мне кажется, или платформа под углом стоит? Как бы назад немножко. Это машина есть немножко, да. Это особенность какая? Это опытный образец, как бы, нет этого. Это вот китайский производитель двигателей. По-моему, они производят газовый двигатель, который никто не повторил. То есть газовые двигатели для грузовиков Вичай делает самый лучший. Да. У нас, почему все машины уперлись, вот те же Уралы и Камазы уперлись в метан, почему они не получают развитие, потому что у нас нет двигателя. То есть ни Камаз, ни, значит, Ярославский моторный завод, они не смогли сделать газовый двигатель, который бы работал. Постоянные проблемы сталкиваются. А вот, получается, Вичай, он... Слушай, ну, Маза, Маза, да, это таки. Вообще, да. Помнишь, мы с тобой белый Маз показывали? Да. Да, да, да. Помнишь, пару лет назад, какой он был? Да, вообще, красота. Это вот, по сути, это конкурент Камазу и Уралу 6370, и Камазу 65224, 221. Здрасте. Смотрю ваш канал. Да? Хорошо. Сейчас, Оля. Оля, вот подписчик еще смотрит наш. Вы с Москвы, да? Нет. А откуда? С Сургута. Приехали на выставку? Здрасте. Приятно, когда, да, нас узнают. А нам подарить-то нет ничего. Почему? А, что же, вот так без подарков. Мы уже раздали все. Мы раздали все. У нас осталось только... Ну, ладно. Грубо говоря, ну, календарик, если не знаю вас. Устрою, да. Ой, да я приеду вам на завод подарок. Ладно. Так, можно, делаем у вас машину. А что сейчас делаете у нас? А это даже сейчас не скажу, не помню. Ну, какую там делаете, да? Да, делаем. Ну, ладно. Приятный очень, давай. Всего доброго. Мы заметили новую линейку раньше, не видели у вас вот эту вот на вездеходных шассиках, тяжелые машины. Новое семейство, но мы начинали с Евро-4. Сейчас мы ее сделали, это Евро-5 сейчас. То есть уже, ну, мы гамма, то есть двигателей. Здесь может быть, вот здесь представлено, это 653-е двигатель, ярославский, рядник, веношный, да. Мы можем с Вечаем, то есть выпусы сейчас Вечаем, то есть ВП-12, 430 лошадиных сил. Мы можем с Мерседесом 457-м тоже, вот, то есть на выбор, то есть гамма. Мы не спросили, как вас зовут? А, у меня Олег Бушуев, я начальник конструкторского отдела ООО МАС. Олег, а у вас сейчас вот, мы привыкли видеть МАС, вот как вот рядом стоит, вот с той кабиной. Старое семейство. Да, вы их производите, или вы переходите уже на этот? Не можем пока отказаться, потому что есть спрос, и просили, мы уже думали на Евро-5 не переходить. Все равно люди просят, она дешевле, естественно, дешевле отработаны. Я конструктору не могу сказать, вот у нас есть там продавцы, они могут сказать. Это ваша кабина, или это чья-то совместная? Кабина только наша, мы кабину не покупаем. Даже, давайте, мы больше можем продавать МАС МАНу, кому-то там из ЗКТ заводом продаем, они ее дорабатывают, облицовку, но кабина это чисто наша. Ну, очень впечатляет, конечно, внешний вид. То есть, это вот новая трансмиссия здесь, новый мост, коробка здесь или своя, раздаточная, или мы ЗТФ можем ставить, разные коробки. Здесь новый интерьер в кабине, новый двигатель, то есть, мы устраиваемся, лонжерон, новый профиль, то есть, ну, автомобиль новый, то есть, мы с Евро-4 начали, то есть, пришли на Евро-5, сейчас повысили нагрузки, то есть, раньше 7,5 у нас было на переднюю ось, сейчас мы довели до 9, то есть, мост вообще на 10 рассчитан. А грузоподъемность вот этой линейки шасси вообще сколько? Это 20 тонн, это у нас 9 тонн и 26 на тележку, у нас может быть 9 тонн, 32 тонны на тележку, то есть, повышенная грузоподъемность. То есть, это получается 35 тонн грузоподъемность шасси, да? Нет, 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 это полная масса, это вместе с массом груза и снаряженной массой автомобиля. Здесь 20 тонн, на том 25 тонн, может быть, 32 тонны на тележку, грузоподъемность. То есть, 25 тонн, это максимальная грузоподъемность конструктивная, которая вы сейчас предлагаете? Это именно, которая вот на машину и 6 на 6. Да. А у вас и 6 на 4 с такой же кабиной есть, да? Да, да, конечно. А там сколько? Это вообще, и бортовые, и шасси, это все, и самосвал, это 6501. Там тоже 20 тонн у нас есть, тоже все эти. Вот эта машина уже серийная, то есть, сколько с такой кабиной машин продается, не знаете? Или сколько лет вы уже ее выпускаете? Мы выпускаем, это у нас была Евро-4 машина, мы ее в Сургут отправляли, все, то есть. Но Евро-4 у нас было, по-моему, с 17 года, да? Да, с 17, ну, мы где-то в порядке 16-го сделали. С 16-го начали эту кабину делать, да? Нет, нет, кабину мы давно делаем. Вот именно та кабину мы давно, это семейство 64-30, кабину мы делаем уже. А на шоссейнике ставили, да? Шоссейники, бортовые, все. Я, смотрите, объясню, может быть, я, вот, мы в основном торгуем вездеходом, то есть мы организация Урал Спидстранс, занимаемся навесками тоже, мы привыкли видеть такой масс, мы такой видели только на шоссейных машинах. То есть вы, получается, адаптировали на вездеход. Сейчас мы 4х4, вот мы сделали это самосвало, это шасси облегченное 6х6. Вот мы понизили ее погрузочную высоту, понизили кабину для того, чтобы 4 метра кран мог входить. Сейчас мы уже спрашивают с двухрядной такой кабиной пожарники. Мы делаем 4х4 с новой кабиной пожарные автомобили, то есть поставляем. Мы двухрядную кабину сами делаем. Ну вот, ну, МАЗ вообще удивил, честно говоря, да? Такая кабина у него красивая, симпатичная. Двигатели китайские ставят и совместное производство, получается, с Китаем. Двигатели ВИЧАЙ собирают в Белоруссии. Интересно. Ну, вообще, это, слушай, вот с такой кабиной современный МАЗ, конечно, подвинет существующий КАМАЗ, а в Урале 6370, наверное, ну, хотя в Урал 6370 у него грузоподъемность выше. То есть я понял так, что эти шасси полнопривода, у него грузоподъемность до 26 тонн. При приборную панель он что-то говорил, что-то новое. Ну, новая приборка, вот смотри, здесь видишь, не видно, здесь огромный жидкокристаллический экран, ну, как огромный, относительно большой, вот он, раза в два больше, чем у Урал Некста. Вот, к сожалению, не видно, темно. Мы в свое время пытались работать с МАЗом, несколько раз заходили, но почему-то у нас не хватило, не знаю, терпения или чего, то есть мы так почему-то дилерство МАЗа и не получили, хотя, ну, очень достойный автомобиль, ну, по крайней мере, внешний, скажем так. Ну, а по качеству, соотношение цена-качество, он, ну, как бы, всегда пользовался определенным успехом у наших потребителей. Ну, вот, может быть, имеет смысл следующий заход сделать, да, то есть, опять же, с объединением и со вступлением в единый экономический союз, да, может быть, процедуры закупки, ну, и обеспечения, скажем, теми же запчастями этих машин упростятся. Ну, машина интересная, очень интересная машина, мне понравилась. Очень симпатично. Смотри, обрати внимание, как сделано, чтобы, ну, не знаю, вода не лилась в личинку или что, грязь не попадала. То есть, ключ можно вынуть, получается, и личинку закрыть. Причем металлическая такая ручка, не пластиковая. А, не пластиковая. Это алюминиевая, да, алюминиевая ручка. Серьезно, открывается она вот здесь, с этой стороны. То есть, я так понял, эту линейку кабин МАЗ уже давно производит, просто ставил он ее на шоссейнике, то есть, на тягачи на свои ставил. А сейчас, вот, получается, поставил на новое шасси полноприводное. Идем еще машину сзади обойдем, интересно посмотреть. Нет, я не ходил. Ну, то есть, вот он, седельный тягач. Опять же, с исчезновением КРАЗа с рынка, ну, тоже машина, как бы, должна быть востребована. То есть, такой, это переходный момент, наверное, между КАМАЗами, да, и иномарками. То есть, нечто среднее. То есть, эмблема МАЗа стоит, а краны, получается, это Могилев, да? Завод Могилев Трансмаш, мы уходим в Ситов МАЗа, занимаемся производством и строения спецтехники, в том числе, автокрановый. В этом году на выставке представлена новая модель автокрана нашего, модернизированная. Автокран 55-76 байтер, аж смонтирован на новом облеченном поднаприводном шасси. То есть, это перед тоже ведущий, да? Я смотрю, резина односкатная, да? Полный привод, односкатная шиновка, да. Кран оснащен остревой водой для сечения длиной 33 метра, максимальная длина. Также в автокране смонтирован механизм монтажа дополнительного противовеса. То есть, мы можем монтировать на кран противовес массой до 3,5 метра, что позволяет выучить 200-ные характеристики на средних и дальних водителях. Вот. Кран, ну, сначитесь в кран, это кран получается проходной паусян. То есть, получается у нас в базовом исполнении на культике паусян переднюю ось 9 тонн, на тележке 15 тонн. То есть, у нас автокран может передвигаться по дорогам общего пользования для взимания дополнительных лап. То есть, на односкатной резине у нас же 15 тонн, а на двускатной 16, да? Да, абсолютно верно. В данном случае, это односкатная резина получается на передный кран 15 тонн. А, значит, резина эта? Конкинил, конкинил? Да, также кран оснащен лисином стрелы, длиной 9 метров. Качество управления установлены джойстики, то есть, электропропорциональное управление. Джойстики, это, конечно, также нашего белорусского производителя. Сергей же, да? Да. Сергей, у Вас, по-моему, в Белоруссии был еще какой-то производитель, если я не путаю кранов. Так, а кран Машека – это чей был? Крам Машека – это тоже был наш. а это вы и есть могилевский просто все тогда я даже ваши краны когда-то продавал но потом я помню что просто пропали они с рынка нет у нас просто продать произошел ребрендинг вот краны который раньше время шека теперь они продаются под брендом зуб зубр и вы получается сейчас входите в холдинг маза то есть вы как бы ну один карман это у нас одно одно больше 5 обвинение до автомассы и выходит кризиса структурно также у нас на русский писали подъемник вот новая модель подъемника из которой на наш асси скоростной формулы 4 на 4 подъемник лучше подойти 16 5 экологический класса евро 5 4 на 4 то есть это первый подъемник на таком шоссе ранее у нас подъемников на шоссе скоростной формулы 4 4 не было никогда вот так же это новая модель подъемника высота подъема стреляет 32 метра оснащен 4 структурный стрелок дископической а также маневровым коленом с люлькой люлька имеет возможность поворота в данной плоскости до плюс 90 градусов вот глубина опускания структурный стреляет четыре метра максимальный вылет люльки и семнадцать помню сергей от не каст или платформа под углом стоит как бы назад немножко машин есть немножко это особенность какая-то опытный образец как бы нет этого опытный образец по невозможному признатом взвешивания придатом испытания возможно будет носить это корректировка конструкцию а вот двигатели вичай давно ставите на вашу но сейчас в беларуси это великом камня производства вичай масс то есть совместная диктеля собираются на данный момент из кд комплектов и территории этого камня великий камень вот масса производственники шасси имеет не всегда как ярославского мотор на залога так и включает вот из китайских по моему брендов вот это самый известный производитель правильно и вот по моему у них вот самый развитый ну как бы продвинутые газовые моторы технически да 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 у нас почти в этом году мы собираемся запускать новую модель крана краски на шасси вот она училась и что 305 на котором смотирован кран только уже с газа с газом сметаном да компромированный газ до рынок продаж на россию россия узбекистан узбекистане тоже газовые моторы как вернее газовые заправки развита да да как без спроса есть газовая 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 газов